Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Ларри Кинг «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Лоуренс Харви Зейгер, он же Ларри Кинг, он же ведущий шоу Ларри Кинга, он же фигурант книги рекордов Гиннеса, как бессменный ведущий самого продолжительного шоу на телевидении. Он же человек, которому на вопрос Дональду Трампу о том, как тот ставит людей в неудобное положение и заставляет испытывать дискомфорт, старина Дональд ответил просьбой отсесть подальше по причине того, что у Ларри сильный неприятный запах изо рта. Он же человек, который побеседовал в прямом эфире с тысячами людей по цветам софитов, телекамер и на миллионную аудиторию Соединенных Штатов Америки и всего мира. Очевидно, что книга от такого человека, посвященная тому, как непринужденно разговаривать о чем угодно и с кем угодно, рано или поздно должна была заинтересовать нас. Этот момент настал. Пока я наливаю себе в бокал чуть-чуть рислинга, первого январского рислинга и бубню про то, что нет ничего лучше, чем хорошая книга и бокал вкусного и временами даже полезного вина, вы можете найти под этим видео кнопку, кнопку подписаться и если любите вино и книги, аккуратно нажимайте на нее. А если любите только книги, а вино не очень, то лупите по ней изо всех сил. Ну или если любите только вино, а книги не очень, то жмите на колокольчик и в комментарии напишите объяснение, как вас занесло на канал с подкастами про книги. Вся книга в двух предложениях. Для того, чтобы разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно, нужно просто начать это делать. Ну и знать парочку приемчиков, несколько уловок из десяток интересных житейских историй, которыми так густо сдобрена книга Ларри Кинга. Давайте попробуем в десяти фактах, трех задачах разобраться в опыте Ларри и в том, чему он хотел нас научить. Основы успешной беседы. Ларри говорит, что построение разговора успешного держится на четырех основных принципах. Первое, это честность, потому что люди чувствуют фальшь и не нужно играть никакой роли, лучше поделитесь сразу подлинными чувствами для того, чтобы расположить к себе собеседника. Второе, это правильный подход. Не стоит прекращать говорить при ощущении неловкости, она обязательно будет и единственное, что вы можете сделать, это практиковаться, потому что волнение преодолевается практикой. Оттачивайте навык общения с людьми на разговорах с собственным отражением, с домашними питомцами или с кем-нибудь, перед кем вы не испытываете неловкости. Проявляйте интерес к слушателю. Лучше всего, если вы найдете какую-то тему, в которой ваш собеседник будет настоящим экспертом и действительно заинтересуетесь этой темой и будете задавать вопросы по ней. Так вы поможете и ему раскрыться лучше, как в вашем визави, и узнать какие-то новые для себя факты. Ну и будьте откровенными, потому что Ларри исповедует принцип, что для того, чтобы вам раскрыли какую-то тайну, вам для начала нужно поделиться собственным секретом. При этом обязательно начинайте разговор с чего-нибудь приятного. Ларри вот, например, считает, что это могут быть котята. Если вы оказались... Второй факт из книги «Пушистые котята» в начале беседы. Если вы вдруг оказались в какой-то компании незнакомых людей, то первое, что вам нужно сделать, это найти повод для общения. И вот Ларри в книге говорит, что разве можно устоять перед коробкой пушистых котят, потому что они вызывают всеобщее умиление, и поэтому начало разговора может быть легким и непринужденным. А вот эта тема общения, она должна вызывать радостные эмоции, подобно милым котятам. И это поможет вам сгладить какую-то неловкость от первого разговора. Ну, надо понимать, что это не буквальный совет начинать все разговоры со слов «Боже, какие милые котята, посмотрите и вы на них», а понимать, что будет максимально уместным для благоприятного начала беседы здесь и сейчас, и говорить именно об этом. При этом, если вам предстоит светская беседа ни о чем и обо всем одновременно, то наверняка это один из самых удобных форматов беседы для тренировок и оттачивания своих навыков. И, ну, конечно же, вам будет полезно знать несколько секретов этих самых светских бесед. Кинг говорит, что их четыре основных секрета, и вот они. Во-первых, избегайте однозначных вопросов, то есть закрытых вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». Если собеседник будет с вами общаться в таком режиме, отвечая вам «да», «нет», то эта беседа долго не продлится. Второе, слушатель, хороший слушатель всегда в цене, поэтому слушайте внимательно. Еще Карнеги говорил о том, что лучше молчать и прослыть при этом внимательным собеседником. Устанавливайте визуальный контакт, это третий секрет светской беседы. Старайтесь во время разговора смотреть собеседнику в глаза, выказывайте там заинтересованность. Время от времени можете отводить взгляд, но ненадолго. И четвертое, будьте в курсе событий, потому что в светских беседах, как правило, вам нужно быть в курсе последних новостей для того, чтобы иметь возможность их поддержать. Ну, как уже говорил, прелесть светской беседы в том, что у вас нет никакой конкретной цели в виде получения информации, продажи или проталкивания каких-то своих идей. Вы просто разговариваете и учитесь делать это хорошо. Именно вот формат, такой формат светских бесед помогает вам в этом. А еще вам в этом помогают, как это ни странно, гаджеты. Если вы думаете, что в наше время информационные технологии способны полностью заменить живое общение, ну, наверное, вы ошибаетесь. Так не бывает. Хотя 20-й год показал, что все меньше мы можем общаться вживую, все больше с помощью технологий. Но используйте гаджеты, технологии, смартфоны, компьютеры и другие устройства, как бы для того, чтобы развивать навыки общения. Вы в формате видео, в формате звонков, в формате каких-то деловых бесед можете общаться с интересными людьми по всему миру и оттачивать навыки своего разговора, там, не выходя из дома. Ну, сюда же можно еще добавить возможность обучения этим навыкам с преподавателями онлайн. И это может быть тоже весьма полезно для тренировки навыков общения. То есть вы ведете беседы или тренируетесь вести беседы, именно обучаясь этому навыку с помощью, там, вебинаров, каких-то семинаров или онлайн образовательных программ. Это все только для того, чтобы развить в себе черты хороших собеседников. Пятый факт из книги. И, согласно тезису Ларри Кинга, все преуспевающие люди отличаются умением хорошо говорить. И потому что публика в таком случае видит в них не просто ораторов, а каких-то выдающихся личностей. При этом он говорит, что есть шесть основных качеств хороших собеседников. Давайте я их сейчас перечислю, а вы попробуйте проверить, сколько из них можете сказать, что есть у вас. Первое, это умение нестандартно смотреть на вещи, замечать какие-то детали, которые они видят другие. Второе, это широкий кругозор и способность поддерживать разговоры на большое количество разнообразных тем. Третье, это наличие энтузиазма, тот самый эмоциональный окрас, с которым вы ведете беседу. Четвертое, это любопытство. Ларри говорит о том, что вопрос «почему» один из самых важных вопросов в умении говорить и в умении быть хорошим собеседником. Способность сопереживать, вот та самая эмпатия и хорошее чувство юмора. Ну, наверное, еще одно. Это седьмая черта хорошего собеседника и шестой факт из книги. Главное, вовремя заткнуться. Неважно, насколько вы красноречивы, все может испортить неумение промолчать в нужный момент. И Ларри говорит, что определить этот момент можно только одним способом. Это прислушаться к своему внутреннему голосу. Очевидно, что когда вы только учитесь это делать, у вас будет получаться не очень. И когда вы не сможете вовремя заткнуться, вы будете получать какую-то оплюху в виде беседы, которая пошла куда-то не туда, и вы испытываете от этого дискомфорт. Но чем чаще вы будете общаться, тем слышнее будет ваш внутренний голос, и тем чаще вы сможете вовремя затыкаться. Ну и еще помните о трех способах избавиться от вредных речевых привычек. Это отдельное место в книге отведено этим самым вредным речевым привычкам. И, ну, во-первых, для этого нужна дисциплина. Чтобы эта дисциплина развивалась, Кинг говорит, у вас есть три способа. Первое, слушайте себя, то есть обратите внимание на то, что вы говорите, какие вы слова используете. И самоконтроль поможет определить количество пауз, нелогичных высказываний, незавершенных мыслей, запутанных каких-то мыслей. Мне кажется, этим вообще страдают абсолютно все. Второе, продумывайте заранее, чтобы не думать, как закончить фразу на полпути. Вы пытаетесь сначала проговорить эту мысль в голове, а потом уже ее произносите. И хорошая новость заключается в том, что наш мозг настолько крутой, что ему под силу говорить одно и продумывать следующую фразу одновременно. То есть вы можете это спокойно делать. И привлекайте надсмотрщика. Это реальный человек, ваш друг какой-то, который может пообщаться с вами и скажет, что было не так. Например, вы можете сказать ему, чтобы он останавливал вас каждый раз, когда услышит какое-нибудь слово пустышку или штамп, или канцеляризм, который вы пытаетесь использовать в разговоре. И он может вам говорить это просто так, может говорить в конце беседы, упомянув при этом, какое количество раз он подметил это. А может использовать какое-нибудь раздражающее стоп-слово или звук для того, чтобы привлекать ваше внимание. Как только вы этому всему научитесь, вы вспомните, что светскими беседами все не заканчивается. И разговор это в том числе искусство продавать, потому что каждый человек что-то продает, даже если не имеет отношения к той самой торговой сфере. Изучайте сильные стороны для того, чтобы правильно их подать. И помните, что в деловом разговоре с покупателем нужно акцентировать внимание на преимуществах товара, услуги, продукта, на эмоциях и на ценностях. Ну и тут в искусстве продавать отдельная крутая история в книге про школьного друга Ларри Кинга, которого звали Герби Коэн, который впоследствии стал крутейшим переговорщиком, написал книгу «Давайте договоримся». Там была история про одноклассника Швабрика, которого внезапно родители увезли в Аризон, потому что он заболел туберкулезом. И он не смог учиться дальше с ребятами. А вот, собственно, Ларри Коэн и там третий их еще друг, они решили, что они всем скажут, что Швабрик умер и соберут деньги на цветы, а потратят их на хот-доги и лимонад. Понятное дело, что потом это все раскрылось. И всем троим грозило отчисление из школы, потому что деньги действительно были успешно собраны, потрачены. И мало того, там чуть ли не премию имени Швабрика в школе учреждали. И директор выступал с речью, посвященной Швабрику, и в этот момент Швабрик появился, он вернулся в этот самый. В общем, короче, они попали в затруднительную ситуацию в связи с тем, что их могут отчислить. И Коэн взял на себя роль переговорщика и договорился с директором о том, чтобы их не отчисляли. И это очень такая, ну, как мне показалась, интересная история с точки зрения того, как в беседе можно искусно продавать. В противовес этому вы должны помнить еще про «Искусство напускать туман» — девятый факт из книги, потому что в некоторые беседы, как говорит Ларри, полезно внести нотку неопределенности. Есть так называемый прием Штенгеля, который используют политики, когда не знают, как правильно ответить на вопрос или хотят уйти от ответа. Штенгель — это персонаж из книги, там, бейсбольный функционер 60-х годов, и он, когда хотел, он мог выражаться очень ясно, как любой из нас, но вот если ему это было не нужно и в его интересах было запутать, он автоматически переключался на запутанный жаргон, который с тех пор именуется системой Штенгеля, и мог запутать любого благодаря вот этому напусканию тумана. Противоположностью принципа Штенгеля является десятый факт из книги — это байскаутский принцип. Вы всегда должны быть готовы, когда вы произносите речь, делайте это последовательно, говорите аудитории то, что хотите сказать, потом повторяете то, что вы уже сказали, потом ключевые идеи и потом подведение итогов, потому что к любому вашему разговору нужно готовиться максимально исчерпывающе. Это тоже, кроме всего прочего, о чем мы говорили, очень важная история, чтобы вы понимали, с кем вы говорите, где, в каких условиях и о чем. Вот такие быстрые и простые достаточно 10 фактов из книги. Я хочу сказать, что при всей харизматичности персоны Ларри Кинга, ну, книга такая, на один вечер, и перечитывать вряд ли я ее буду. Три основных задачи, которые были записаны в букнот, блокнот для осознанного чтения, которые есть у любого любителя нонфикшн-литературы, а если вы он и у вас его еще нет, очень жаль, но можете, во-первых, его купить, во-вторых, можете его не покупать, но делайте так, чтобы из любой нонфикшн-книги вы выписывали себе несколько фактов, а на основе фактов делали задачи, измеряемые, понятные, которые вы пойдете и закройте после того, как книга будет дочитана, потому что именно так вы получаете максимум полезного из любой прочитанной книги. Мои три задачи после прочтения книги Ларри Кинга, это первое, практиковаться, как и завещал старина Ларри, второе, найти и пройти какой-нибудь курс, связанный с речевым аппаратом, и третье, почитать книгу Герба Коэна «Давайте договоримся». Меня так впечатлила эта история про швабрика, что я подумал, что человек, который так разруливал проблемы в детстве, не мог в зрелом возрасте написать плохую книгу. Найду ее, прочитаю и сделаем, наверное, обязательно сделаем обзор. Проект «Читай быстро» буквы.инфо, подписывайтесь на канал, колокольчик, палец, кнопка, комментарий, все то, зачем вы обычно приходите на YouTube. Проверяйте скорость и осознанность чтения у нас на сайте буквы.инфо.слэш.рапид, понимайте, насколько быстро и осознанно вы читаете, получаете советы и сертификаты, и вот это все, что связано с беглым чтением. Ну, если вас интересуют блокноты для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, истории про софт-скиллы, и вот сейчас готовится большая статья про эмоциональное и профессиональное выгорание, например, то тоже обязательно приходите к нам на блог буквы.инфо.слэшблог и добавляйте его в закладки, там иногда очень много, иногда много полезного и интересного. Буква.инфо, наш инстаграм, в котором периодически выкладываются фоточки. Увидимся через неделю. Новый я, новые вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.